Запах спортивного зала, хлёсткие удары и тренировки до пределов возможности организма. Именно так эти молодые люди предпочитают проводить своё свободное время. Джеб, кросс, хук, апперкот. Отрабатывать боксёрские удары многие начали ещё в детстве. Меня папа отвёл. В 10 лет я начал заниматься. Мой отец занимался у нашего главного тренера Николая Николаевича. И вот я также к нему попал и под его руководство тренируюсь. В свои 18 лет у Даниила первый взрослый разряд по боксу. За плечами у молодого человека годы тренировок и тысячи ударов. Основным составляющим успеха спортсмен называет самодисциплину. В том числе благодаря ей Даниил успешно узнаёт все тонкости этого вида спорта. Это тренажёр для того, чтобы развить свои скоростные качества и с качеством точности. Потому что он дёргается и в него надо попасть. О важности мотивации говорит и обладатель первого спортивного разряда по боксу Никита Песегов. Без должного настроя в таком спорте долго не продержаться. Главная цель, стремление. Главное относиться к этому серьёзно, чтобы достичь желаемого результата. Исход схватки внутри ринга предсказать порой совершенно невозможно. Но несмотря на множество приёмов, здесь есть свои табу. Несмотря на известность и популярность бокса, далеко не все знают, какие именно приёмы в этом спорте запрещены. Итак, спортсмены могут легко дисквалифицировать за удары в пах, за удары открытой перчаткой, за удары в поясницу и, конечно, за удушение. Спортивное поведение. Эти нормы морали осваиваются одними из первых. В боксёрском клубе «Ринг» уже с 10 лет спортсмены приобщаются к физическим нагрузкам и корректному спортивному поведению. Результаты говорят сами за себя. Тут у нас в основном все являются победителями Смоленской области по боксу. В своих весовых категориях. Бокс учит не только умению эффективно махать кулаками. Он формирует дисциплину и характер, качества, которые помогут стать победителем не только на боксёрском ринге.